МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сейчас он трудится в крестьянском хозяйстве. Мужчина жалуется, что ему не платят зарплату. С начала года ни копейки не получали. Только один раз аванс дал 10 тысяч. Как мы жить будем? Не умереть с голодом? Люди рассказывают, что трудятся за мизерную зарплату, которую выдают крайне редко. Говорят, что в ТО, площадь которого занимает 6 тысяч гектаров, работают жители сразу нескольких аулов. Всего около 80 человек. На эту не проживешь зарплату. Например, сейчас у меня мать инвалидка, я одна работаю. Мне трудно, например, у меня ребенок, я мать-одиночка. А платят вообще хотя бы эту зарплату? Эту зарплату, но наличку-то не платят. Наличные деньги-то нет, только аванс бывает иногда. Сколько? Когда как, когда 5, когда 10 тысяч. Но не проживешь на это. Директора ТО на месте не оказалось. Оборону пришлось держать его заместителю. Он утверждает, что зарплату люди получают. И не только деньгами. А что они получают? Деньгами получают. И вот сейчас весной, за счет зарплаты, мы выдаем даже по 2 гектара клевера. Еще что? По-моему. Все. Беляйте. И пшеницу. Крестьяне рассказывают, что с проблемой обращались во все инстанции. Говорят, пока безрезультатно. Если вопрос не решится в течение нескольких дней, люди обещают ехать с жалобой в Министерство сельского хозяйства. Надежда Полинка, Максаджик, Сыбайулы, 7 канал, Южно-Казахстанская область.